всем здорово народ добро пожаловать на новую серию по спаржа начинаем из того что я отдал бампер передний наконец-то в ремонт в дальнейшем его ждет покраска а сейчас направляюсь к ежу чтобы не переварили жопу а именно задний фартук который находится под задним бампером потому что там он уже как бы давно у меня в ряпторе он немножко ржавый и там есть дырочка переварим и открасим в идеал потому что машина в скором времени отправится практически целиком что ли в покраску но частично наполовину точно закинул еще раз порку дополнительно чтобы ешь и переварил она находится здесь потому что она не встает вместе с трубками кондиционера именно вот из-за этой дополнительной гитары вот кронштейна двигателя верхней опоры там как его правильно назвать вот он именно мешается трубкам посмотрим может если получится переварить отдам в дальнейшем порошковую покраску вот сам фартук задний в эпоксидном грунте так он конечно какой-то повидавший жизнь так скажем вроде ровный местами есть косички типа там царапины ржавенькие там и всякое прочее вот под освободил уже всю жопу там раскидал чтобы ничего не мешало ну все я доехал так вот выглядит жопа которая будет перевариваться вот проблема вот такая вот дырочка вроде как она только фартуки но она не маленькая также вот есть участок ржавчины замятина тут все подскучило это все дело в рапторе тут тоже так потихоньку ржавеет но не гниет вот здесь замятина все ржавая но здесь у меня что-то вроде варилась весь пока по целом все равно ну так вот пошло заменится сейчас главная задача не повредить фонари не закоцать выхлоп вот привез баллон грунта который у меня остался еще с тагила мовиль и сама деталь которая будет перевариваться оригинал в эпоксидном грунте снаружи он матовый а внутри он почему-то глянцевый отправляется на помойку потому что он весь кривой по верхней части он весь треснул по шпакле тем более он резанный его перекрасить и восстановить выйдет дороже чем ну столько же сколько купить новый бампер и его открасить в принципе он есть дома уже все отправился в последний путь это кстати по оригинальный бампер еще заводской но ему действительно уже настолько плохо что проще взять новый и его полностью перекрасить сделать по-человечески тем более он у меня есть блин походу я не знаю не успею наверное сегодня конечно сделать получается вот это вот все вот здесь вот то что дырка ее надо прям заделывать и вот эти вот все края они креневые их надо обрабатывать с левой стороны то же самое она вон сквозная получается ты хочешь нормально чтобы все было это надо вот этот весь кантик делать и она садится получается сверху ровно а по низу не достает то есть у нее вот здесь зазор прям в палец наверное вот так вот здесь тоже она не прижимается либо сам этот может где-то чуть кривой просто если она под бампером была там ее пофиг натяну где-то она что-то как-то не страшно она же тебя будет снаружи или надо прям чтобы она ровно-ровно сидела это подгонка конечно я проебался блин задение тоннере нереально никак сделать ну все прошло дня 4 переворил мне в лад заднюю часть в принципе вроде относительно нормально здесь правда щелка получилось но это говорит он не как будешь вытягивать тоже тут будут неправильно то это может повезти короче маленькая щелка осталось за герметик зашпаклюется думаю вот нормально но вскрыли другие нюансы вот здесь вот у меня появилась дырка это я отковырял расчистив раптор здесь небольшой кусок ржавчины это видимо под этим подкреплением бампера было тут шпаклевку оторвал здесь принципе налет должен убраться потыкал шоркал ничего сквозного нету вот дальше по этой стране все хорошо села также аналогично здесь дырка и здесь ржавчина под креплением бампера вот такая вот беда попутно разбираю сейчас тут всю проводку вот эту вот косу которая идет получается на багажник с этой стороны на этот фонарь я буду полностью обрезать и менять потому что вот здесь ближе к концу вот такая вот ерунда вот так вот это все дело это ну сами понимаете это все это капс да это может короткнуть это может загореться это я буду менять обрежусь там за аккумулятором там получается идет 11 проводов куплю два разъема по 6 либо что-то такое найду и полностью всю эту косу на два фонаря и на багажник переделаю может тогда мы загорится полноценный задний ход и задние туманки которые вроде как сейчас скоротят на данный момент может вот тому и была вот эта вот причина мы попутно поменяю штыки рано ну вот наверх которые идут в крышку багажника потому что они все такие уже окисленные гнилые старые разъемы на фонари потому что это же таки раз был долбан и вот я хоть и же подправлял освежу массу везде и в принципе будут ништяк вот так же все говно вот это вот все поучищал заменю проводку на сабвуфер там есть у меня два толстых провода хороших дома вот покупал тогда потому что с питанием тоже начал откручивать просто ушко оторвалось дальше у тут все тоже почистил ну все что смог шумку подсковырял потому что это все надо щетка по металлу проходится пром сдирать и все перекрашивать с этой стороны там монтажную пену почистил которые по глупости малолетний задул туда но в принципе мавили благо дай бог здоровью все это дело спас еще забыл сказать у меня сейчас теперь есть подкачка колес уже успел затестировать промо работает люто выделили мне шланг выведу потом куда-нибудь сюда потому что он на быстросъеме пистолет держится ну где он тут вот он на быстросъеме куда я себя выведу чтобы аккуратно висел аккумулятор вот так вот в дальнейшем будет утоплен в нишу потому что я багажник тоже буду пол полностью переделывать уже уже не в студии автозвука громкий фронт вроде как называется у него вот вы спрашиваете что так долго что так долго сейчас вот буду заниматься тем что вот эту вот косу точнее ее половина которая идет снова в задней части машины вот на правую сторону вот на левую сторону разъема торчат здесь идет 14 проводов и вот все их не надо сейчас будет повторить то есть сделать полностью новую ночью новый жгут проводов также еще попутно на сабвуфер сделать новую проводку все это дело потому что это все дело вот так вот развалилась уже от старости вот пожалуйста торчат провода точнее медь все окисленно поэтому надо менять и это все стоит денег понятно что это в два раза точнее даже может и в три дешевле чем покупать готовую косу который стоит до хрена и еще не факт что будут добротно работать ну что есть несколько хороших новостей первое я сделал сход развал вторая у меня день рождения и третье я опять съездил магазин отдал энную сумму за проводочки за гофру в районе 736 рублей на пипец просто какое-то про вот эта вся херня над к золотая блин провода только тут вышло сколько блин 4 метра я взял толстого это на саб питание потоньше на разминусовку для фонарей там чуть-чуть термоусадки самый дешевый за 50 рублей гофра вышла что-то в 200 рублей ну больше меньше не было было меньше но меньше мне не надо все для любимой машинки для себя родного и чтобы вся проводка была кайфовая прошло несколько дней занимаясь тем что оставлю сабвуфер на место пока что ты без музыки здесь скучно собрал я вот такую косичку к нему симпатичную все аккуратно уже все померил еще вчера это делал плюс-минус здесь чтобы тут сыпануться также ешь мне переварил попутно вот эти места где были дырки я показывал убрали также шов соединения заднего фартука и крыла потому что он весь гнилой и толку от него нету такая городная пластинка уже все зашкурена зашлифована осталось только сидел зашпаклевать и загерметить также еще попутно сделал сход-развал теперь у меня колесо стоит ровно было сбито очень сильно схождение поэтому внутреннюю часть резины сильно жрала также я сделал чуть-чуть пониже в визовом положении начался чуть приподнята и самое что главное я забрал фендера еду сейчас к стасу их устанавливать и забирайте свой бампер итак я устался сейчас будем просирать такие фендера и попутно подгоняем бампер и чиним капот стекловолокном подлепливаем все и заодно просерем фендера нахожусь сейчас в багажнике закончил я наконец-то дома переделывать всю вот эту вот проводку косу вот она старая которая шла вот отсюда в том же здесь ее откусил вот она шла за аккумулятором заходила здесь в багажник идет у него четыре провода задний фонарь левый и там за сабвуфером правый и также еще четыре продают в крышку багажника по правой стороне вот сейчас уже ту сторону подключил перепину здесь потому что ну понятно что в магазине разъема когда покупаешь у них все свои цвета неправильная распиновка я подключил проводам по цветам как мне было удобнее ориентироваться и сейчас просто по схеме в интернете подключаю к разъемам фонари подключаюсь то есть ничего сложного абсолютно вот ответную часть я буду подключать ну такими же разъемами вот у меня все относительно частями где-то что-то подписано чтобы было удобнее ориентироваться вот но пока я включу хотя бы фонари чтобы у меня уже они работали там буквально четыре провода подключить снизил я буквально это все дело на два провода потому что есть масса она приходит и зачем-то она сюда втыкается в кузов и отсюда же разветвляется на фонари и на багажник я сделал то есть сразу чтобы это все дело питалось от багажника взял провод потолще вот и и и сделал один общий проводный габарит почему он идет разный без понятия там каждая сторона свой предохранитель что-либо чего ну не знал по схеме смотреть там все буквально таки просто у меня все равно сейчас уже габариты и стоп-сигнал на диодах вот на таких вот ну вот кое-как там что-то вот виднеется вот а поворотники на обычных лампочках ну что подготовка граунда продолжается полным ходом сейчас занимаюсь тем что подготавливаю тут движок как это возможно сделать то есть долевая масло меняю свечи также сейчас перегермечу вот этот вот малый патрубок сапуна потому что отвалился отсюда развальцевался каким-то образом вот ноги посажу на герметик также при герме чет эту штучку всю выберу старый герметик и заодно поменяю болт точнее я уже выкрутил старый вот он который у меня обломился какое-то время ездил с таким вот обломком внутри вот успешно все это дело за герметик виброизоляцией но по-другому ничего не получилось сделать вот тут чего как раз резиночка у меня стоит то есть я такой ежика резинового вставила сверху залепил вот сейчас мне еще боль вот обещал вечером подогнать герметик термостойки вот как раз я все это дело облагорожу потому что на это место крепится кронштейн фильтра на сей раз кстати решил взять свечи дэнса вот кто подписан мой телегу в курсе что я бы до этого брал две или три пачки ngk но ngk просто полностью разваливается у него отваливается керамика вот это вся вокруг которой свечки находятся сейчас она даже лопнула потому что я видать перетянул в прошлый раз с прошлого раза также здесь стоят еще у меня две какие-то ноунейм советские свечки то есть на втором и четвертом цилиндре вот который по сей день ходят машина террас только чек выплевывала но я не помню по какому из цилиндров ну скорее всего по третьему ну что подготовка в принципе завершена сделал все что хотел вот и все что смог то что успел бампер на месте открашен решетка на месте по зазору это конечно не смотрите это что-то капот выпендривается все гораздо лучше стало во много по зазорам с обоих сторон учитывая то что бампер расшивали и снова склеивали здесь вмятина убрана два за них крыла полностью перекрашены под фендерами там где у меня были жучки полностью зачищены убраны жопа тоже все в порядке фендера кстати прикручены вот так вот они выглядят буду их красить в цвет но чуть попозже дальше по задку зад переварен зад открашен от штукатуры на шпаклеван вот такая вот красота вышла выхлоп начернен резиночки поставлены сам он внутри весь промовилен с этой стороны аналогично крыло выкрашено в цвет теперь одинаковая шагрень смотрится бомбезно вот да фендера конечно я начерню но так или иначе их надо красить они эти прямо становятся серыми на солнце выгорают поставил резиночки где смог потому что в других местах они начинают фендер немножко изгибать и он в этом месте расходится по подкапотки быстренько успел накинуть я распорку впуск кронштейн как видите все открашено все стоит по месту установлена гитара дополнительная вот это все конечно дело что надо будет сейчас наводчики сполоснуть и все вот все выкрашено кстати в цвет дисков наклеил также наклеечки аккуратненько теперь капотка полноценная еще конечно 2 это не хватает но иначе капот вот тогда нереально закрыть и он будет его просто выламывать в этой серии у нас не будет никакой техники а едем мы собственно на граунда